всем привет с вами стася иванова и вы находитесь на канале бисероплетения в сегодняшнем мастер классе мы будем делать с вами вот такие водоросли целых три вида я надеюсь что вам нравятся мои мастер-классы не забудьте написать комментарий поставить лайк и подписаться на мой канал а также нажмите на колокольчик для получения уведомления о новых видео приступим к мастер-классу для того чтобы сделать вот эти красивые водоросли нам понадобится бисер размером 10 0 цветов бирюзовый светло-зеленый и темно-зеленый но вы можете взять любые цвета не только зеленые оттенки а также голубые красный и даже черные водоросли в океане у нас большое количество цветов поэтому выбирайте цвет которого вам понравится больше всего и приступайте к мастер-классу берем проволоку длиной 40 сантиметров сечением 0 3 миллиметра и набираем на нее 25 бирюзовых бусин набрали отправляем в середину проволоки и вот наш весь ряд на середине проволоки берем конец проволоки с любой стороны и плетем следующим образом отодвигаем самую крайнюю бирюзовую бусинку и через вторую с краю бусинку через эту пропускаем проволоку насквозь вот так должно получиться вот так и теперь вытягиваем концы проволоки концы проволоки у нас должны быть одной длины и поэтому я беру за конец и притягиваю весь ряд вот так затягиваем в итоге должно получиться вот так и теперь берем проволоку с левой стороны и набираем на нее 17 бирюзовых бусин. И вот мы их набрали и отправляем к плетению. Теперь берем конец этой же проволоки, на которой мы набирали 17 бусин и плетем следующим образом. Смотрите, вот сторона на которой у нас 25 бусинок было, вот сторона на которой 17. Этой проволочкой мы проходим через самую крайнюю бусинку ряда, где у нас 25 бирюзовых бусинок. Вот так и затягиваем. И вот такой листик у нас с вами получился. Это первый листик нашей водоросли. Далее берем проволоку с любой стороны и набираем на нее 30 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем их к плетению. Должно получиться вот так и повторяем наше плетение. Смотрите, 30 бирюзовых бусин, самую крайнюю мы отодвигаем и через вторую с краю мы пропускаем конец проволоки, на которую мы набирали с вами весь ряд. Вот так. Теперь передвигаем наши бусинки все плотненько к первому листику и затягиваем конец проволоки. И вот так должно получиться. Далее на эту же проволочку набираем с вами 30 бирюзовых бусин. И вот мы с вами набрали и отправляем к плетению и повторяем технику. Концом этой же проволоки проходим через самую первую бусинку предыдущего ряда. Вот так и затягиваем. И вот такой второй листик у нас с вами получился. Теперь на эту же проволочку мы набираем с вами 25 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем к нашему плетению и снова повторяем технику. Отодвигаем самую крайнюю бусинку и через вторую пропускаем проволочку насквозь. Вот так. Теперь передвигаем весь ряд плотно к нашим листикам и затягиваем конец проволоки. Теперь на эту же проволочку мы с вами набираем 20 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем к плетению. Вот так. И теперь концом этой же проволоки проходим через самую первую бусинку предыдущего ряда и затягиваем конец проволоки. И вот уже три листика у нас с вами готова. Теперь берем проволоку с другой стороны и набираем на нее 10 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем к плетению. Повторяем технику. Отодвигаем самую крайнюю бусинку и через вторую пропускаем проволоку насквозь. Вот таким образом мы затягиваем конец проволоки. И вот так должно получиться. Далее на эту же проволочку мы набираем с вами 8 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем к плетению. И заканчиваем плетение нашего листика тем же самым способом. Пропускаем конец проволоки через предыдущий ряд через самую первую бусинку. Вот так. И затягиваем. И далее на эту же проволочку мы набираем с вами 17 бирюзовых бусин. Набрали и отправляем к плетению. Снова повторяем технику. Отодвигаем самую крайнюю бусинку и через вторую пропускаем проволоку насквозь. Вот таким образом. И продвигаем весь ряд плотно к плетению. Затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. И далее на эту же проволоку мы с вами набираем 15 бирюзовых бусин. Отправляем эти бусины к плетению. И снова повторяем плетение. Пропускаем конец проволоки через самую первую бусинку предыдущего ряда. И затягиваем конец проволоки. И вот мы с вами сделали 5 листиков наши водоросли. Теперь нам необходимо завершить плетение. Для этого берем и скручиваем оба конца между собой. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь лишнюю проволоку отрезаем ножницами. Для того, чтобы сделать водоросль, как у меня, необходимо скрутить листки. Вот так. 1, 2, 3, 4, 5. Придаем ей форму, как нам нравится. И вот такая водоросль у нас с вами получилась. Приступаем к плетению следующей водоросли. Для того, чтобы сделать водоросль номер 2, нам понадобится проволока длиной 30 сантиметров с сечением 0,3 миллиметра. И набираем на нее одну металлическую зеленую бусину. Набрали и отправляем в середину проволоки эту бусинку. Далее набираем еще одну металлическую бусину. Набрали и переплетаем ее. На этой проволоке у нас с вами бусинка. На второй проволочке у нас ничего нет. Вот так крест-накрест и затягиваем концы проволоки. Когда будете затягивать, следите, чтобы проволоки были одной длины. Должно получиться вот так. И далее на любую из проволочек набираем с вами две зеленые бусины. И далее продолжаем плести техникой параллельного плетения. Смотрите, на одной проволочке у нас с вами две зеленые бусины. На конце другой проволоки у нас ничего нет. И концом второй проволоки проходим через весь третий ряд. Вот так. И затягиваем концы проволоки. Набираем четвертый ряд. Он состоит из двух зеленых бусин. Набрали и снова повторяем технику параллельного плетения. И затягиваем концы проволоки. Смотрите, мы сплели с вами два ряда по две бусины. Нам необходимо сплести еще восемь рядов по две зеленые бусины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Смотрите внимательно. Всего должно быть десять рядов по две зеленые бусины и две бусинки сверху. Далее нам необходимо добавить одну проволочку. Для того, чтобы продолжить плетение, нам необходимо взять 20 сантиметров добавочной проволоки. Берем добавочную проволоку и вставляем ее в самый нижний ряд. Вот так. После того, как вы ставите добавочные проволочки, должно получиться вот так. Следите, чтобы с одной стороны и с другой стороны проволока была одной длины. Теперь продолжаем плетение. Я перехожу на правую сторону. Вот у меня две проволочки. И набираю на любую из проволочек одну зеленую бусину. И переплетаю ее. Затягиваю. Должно получиться вот так. И далее мы плетем 10 рядов по две зеленые бусины с этой стороны. Набрали, переплетаем и затягиваем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И далее на любую из проволочек мы набираем с вами одну зеленую бусину. Переплетаем ее и затягиваем. И снова набираем на любую из проволочек одну зеленую бусину. Переплетаем ее и затягиваем. Должно получиться вот так. И это уже второй листик. Теперь нам необходимо закрепить плетение. Для этого концы проволоки скручиваем между собой. И лишнюю проволоку отрезаем ножницами. Должно получиться вот так. И теперь с другой стороны мы плетем аналогичным способом. Намираем на любую из проволочек одну зеленую бусину. Переплетаем ее и затягиваем. Должно получиться вот так. И теперь снова набираем по две бусинки в ряду. Плетем десять рядов. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И далее на любую из проволочек набираем одну зеленую бусину. Переплетаем ее и затягиваем. Должно получиться вот так. И набираем еще одну зеленую бусину. Переплетаем ее и затягиваем. Вот так. И теперь заканчиваем плетение. Снова перекручиваем между собой две проволочки. И лишнюю проволочку отрезаем ножницами. Должно получиться вот так. Вот такой вот кустик. И теперь мы придаем ему форму. Скручиваем между собой вот так вот листики. С одной стороны. С другой стороны. И центральной. И вот такая водоросль у нас с вами получилась. Откладываем ее в сторону и приступаем к плетению третьей водоросли. Берем проволоку длиной 35 см сечением 0,3 мм. И набираем на нее 4 темно-зеленые бусины. Набрали и отправляем в середину проволоки. Вот так. И теперь плетем следующим образом. Берем конец проволоки. Отодвигаем самую крайнюю бусинку зеленую. И через три пропускаем проволочку насквозь. Вот так. И снова смотрите. Концы проволоки должны быть одной длины. Я вытягиваю все. И затягиваю наши бусинки. И вот такой вот пик у нас должен получиться. Теперь на любую проволочку мы набираем снова 4 зеленые бусины. И отправляем их к плетению. Берем конец этой же проволоки. Отодвигаем крайнюю зеленую бусинку. И через три зеленые бусинки пропускаем проволоку насквозь. Должно получиться вот так. Придвигаем весь ряд и вытягиваем конец проволоки. И вот такой рожок у нас с вами должен получиться. Теперь на любую из проволочек набираем 3 зеленые бусины. Набрали и теперь мы плетем чуть-чуть по-другому. Берем вторую проволочку и пропускаем ее через три зеленые бусинки. Параллельно нашей предыдущей проволочке. Должен быть вот такой вот хвостик. И затягиваем эти бусинки к нашему плетению. Должно получиться вот так. И теперь на любую из проволочек набираем снова 4 зеленые бусины. И отправляем их к плетению. И теперь концом этой же проволоки проходим аналогичным способом, как и до этого. Отодвигаем крайнюю зеленую бусину и через три бусинки пропускаем конец проволоки. Вот так. Придвигаем весь ряд плотно к нашей водоросли и затягиваем конец проволоки. Должно получиться вот так. И теперь на любую из проволочек мы набираем с вами снова 3 зеленые бусины. И продолжаем плести ствол. Вот у нас проволочка, на которой 3 бусинки. Берем вторую проволоку, пропускаем ее насквозь через 3. Концы проволоки должны быть параллельно друг к другу. И затягиваем эти бусинки к нашему плетению. И вот такой рожок у нас с вами получается. Я надеюсь, что все вам понятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такая техника, сложно ли вам было. Я жду от вас обратной связи. И теперь берем проволочку, та, которая с правой стороны. С левой стороны у нас с вами рожок. Теперь мы будем плести вторую веточку. Для этого нам необходимо набрать с вами на проволоку 7 зеленых бусин. Набрали и отправляем к плетению. И здесь мы уже плетем следующим образом. Смотрите, отодвигаем одну крайнюю бусинку. И через три бусинки, вот эти, с края мы пропускаем нашу проволочку, на которую набирали. А вот эти три бусинки остаются свободными. Они будут ближе к стволу. Вот таким образом. И придвигаем весь ряд плотно к нашей водоросли. Держим пальцами. Конец проволоки тянем и затягиваем плетение. Должно получиться вот так. И далее на эту же проволочку мы набираем с вами 4 зеленые бусины. Набрали и отправляем к плетению. И повторяем технику. Пропускаем нашу проволочку через три зеленые бусинки. Отодвигаем самую крайнюю и плетем. Вот таким образом. И придвигаем плотно весь ряд. Держим пальцами и затягиваем конец проволоки. Смотрите, должно получиться вот так. И теперь нам необходимо вот эту проволочку вернуть к нашему основному плетению. Для этого я чуть-чуть переворачиваю нашу водоросль. Беру конец проволоки и пропускаю его через три бусинки. Вот здесь. Сейчас покажу, как это выглядит. Это выглядит вот так. И теперь затягиваем конец проволоки. Вот такая водоросль у нас с вами получается. Теперь на любой из проволочек мы набираем три зеленые бусины. Набрали и плетем следующим образом. Снова пропускаем конец проволоки параллельно друг к другу. Должен получиться вот такой хвостик. И затягиваем наши бусинки к плетению. Вот так должно все получаться. Теперь с другой стороны, с правой. Видите, да, мы вот здесь делали с вами рогатку. Теперь с этой стороны нужно сделать такую же рогатку. Набираем семь зеленых бусин на проволочку. Набрали и отправляем к плетению. И плетем аналогичным способом. Отодвигаем одну крайнюю бусинку. И через три зеленых пропускаем проволоку. Три зеленых других остаются свободными, пока мы их не плетем. Должно получиться вот так. И теперь передвигаем весь ряд плотно к нашей водоросли. И затягиваем конец проволоки. И снова на эту же проволочку набираем четыре зеленые бусины. И отправляем их к плетению. И повторяем. Отодвигаем одну бусинку. И через три зеленые пропускаем конец проволоки. Вот так. Придвигаем весь ряд. Держим пальцами и затягиваем конец проволоки. И снова нам необходимо проплести ствол вот здесь. Для этого берем конец этой же проволоки. И пропускаем его через три бусинки. Вот здесь. Это должно выглядеть вот так. И теперь затягиваем конец проволоки. И вот еще одна рогатка у нас с вами получилась. Смотрите, какая милая водоросль. Казалось бы, выглядит так сложно, а на самом деле очень легко и просто плетется. Далее на любую из проволочек набираем с вами три зеленые бусины. Набрали. И теперь нам необходимо снова параллельно друг к другу проплести проволоку. Пропускаем через три зеленые бусинки. Хвостики у нас должны выглядеть вот так. И затягиваем эти бусинки к плетению. И вот так вот здорово выглядит. Теперь берем проволоку с любой стороны и набираем на нее семь зеленых бусин. Делаем еще одну вот такую же веточку. Набрали и отправляем к плетению. И плетем аналогичным способом. Отодвигаем одну зеленую бусинку. Через три зеленые пропускаем проволоку. Вот так. Весь ряд придвигаем плотно пальцами к нашему плетению. И затягиваем конец проволоки. И вот таким образом это все выглядит. И далее на эту же проволоку набираем с вами четыре зеленые бусины. И отправляем их к плетению. И снова отодвигаем одну крайнюю бусинку. И через три зеленые пропускаем проволоку. Вот так. И придвигаем весь ряд плотно к нашему плетению. И затягиваем конец проволоки. И берем конец этой же проволоки. И пропускаем его далее через три свободные бусинки вот здесь. Возвращаем эту проволочку к нашей основной проволоке. Далее вы можете продолжить водоросль. Сделать еще несколько веточек. Если хотите, чтобы она была подлиннее. Но я этого делать не хочу. И поэтому на любую из проволочек я набираю четыре зеленые бусины. И отправляю их к плетению. И далее отодвигаю самую крайнюю зеленую бусинку. И через три бусинки пропускаю проволоку насквозь. Вот так. И придвигаю весь ряд плотно к нашей водоросли. Держу пальцами и затягиваю. С этой стороны я проволоку уже более-менее закрепила. Теперь беру проволоку с другой стороны. И набираю на нее четыре зеленые бусины. Набрала и отправляю их к плетению. И поступаю аналогичным способом. Отодвигаю одну крайнюю бусинку. И концом проволоки прохожу через три зеленые бусины насквозь. Придвигаю весь ряд. Держу пальцами. Затягиваю конец проволоки. И теперь нам необходимо завершить плетение. Я скручиваю между собой две проволочки. Вот так. И лишнюю проволоку я отрезаю. И вот такая водоросль у нас с вами должна получиться. И вот такие водоросли у нас с вами получились. Поставьте лайк этому видео. Не забудьте написать комментарий о том, все ли у вас получилось. А также не забудьте подписаться на канал. И нажать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. С вами была Стасия Иванова. Творческих успехов вам и вдохновения. Всем пока!